Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок в сезоне 2020 года. Да, собственно, такая ситуация была и в предыдущие года нередко. Огородники, которые высадили рассаду в защищенный или в открытый грунт, даже прикрыли там чем-то с панбондом, пленкой, столкнулись с проблемой тяжелой адаптации, связаны с тем, что весна никак не раскачается, никак не даст нам нормального тепла. Ветер, холодно, сухо во многих регионах. Все это очень негативно влияет на приживаемость рассады, на начало ее старта такого хорошего к росту и развитию. Рассада затормозилась. Что же делать? Ну, существуют разные способы, в том числе мы целый каскад способов стимуляции роста, развития, рассады в условиях тяжелых для адаптации даем. И есть еще один. Мы никогда не ограничиваемся одним способом. Мы всегда даем вам спектр способов, с которых вы можете выбирать тот, который вам более доступен по карману и является более легким. Кроме того, вы можете в трудных случаях совмещать их всех вместе для того, чтобы выращивание было наиболее эффективным. Сегодня я скажу вам о глицерине. Мы говорили уже на канале Процветок о важности использования глицерина, важности наличия глицерина в садовой аптечке, но я вам сейчас расскажу еще об одном важном нюансе глицериновых подкормок. У глицерина есть два замечательных свойства. Во-первых, глицерин является универсальным источником энергии, как для человека, так для многих микроорганизмов, полезных микроорганизмов, ассоциированных с растениями, так и для самого растения. Наряду с янтарной кислотой, сукцинатом, ну соль янтарной кислоты называют сукцинатой, глицерин попадает в дыхательные процессы растений и начинает подпитывать растения энергии, в том случае, если корни, если листья работают недостаточно хорошо. Однопроцентный раствор глицерина, нанесенный на поверхность листьев, является физиологичным, является таким благоприятным для листвы. Глицерин хорошо всасывается в поверхность листьев и попадает внутрь, и начинает энергетически подпитывать растения. Но кроме глицериновой подкормки по поверхности листьев, между прочим, ее всегда неплохо совместить с димексидом, буквально чайная ложечка димексида на ведро воды, и буквально 100 мл глицерина на ведро воды создадут вам замечательный раствор, для того, чтобы сделать вот такую подкормку, нанести тончайшим слоем, 10 литров вам хватит на огромное количество растений, поэтому вы можете сделать 2, 3, 1, ну столько, сколько вам надо. Слушайте, на теплицу 12 квадратных метров вам понадобится пол-литра этого раствора, для того, чтобы сделать однократную подкормку. Но у глицерина, кроме того, кроме того, что он хороший энергетик, подпитка для микроорганизмов, для растений, он еще и способен защищать многие элементы питания от инактивации в почве. Поэтому глицериновый раствор, тот же самый, которым вы обрабатываете листья по поверхности, 1% глицериновый раствор, вы также можете использовать для пролива почвы. Дело в том, что глицерин способен формировать с важными микроэлементами, с цинком, с марганцем, с железом, с медью, с другими важными элементами, микроэлементами для растений, которые также существенны очень для адаптации растений в неблагоприятных условиях, он способен формировать с ними особые соединения, которые называются глицераты. Это некое подобие хилатных соединений, на которых, как на поезде, как на паровозе, эти микроэлементы въезжают в корни, въезжают в листья и очень хорошо там себя чувствуют. Поэтому вы можете, конечно, кормить микроэлементами сколько угодно, но если вы не цепляете к этим микроэлементам паровоз какой-то, в этом случае, конечно, эффективность подкормок может быть очень низкая. При этом в самой почве микроэлементов может содержаться очень большое количество, но они недоступны растениям. И вот как раз глицериновая подкормка будет способствовать тому, что эти микроэлементы мобилизуются, микроорганизмы в почве мобилизуются, полезные для растений, мобилизуется энергетическая система корней, и таким образом глицерин поможет восстановиться, адаптироваться и тронуться в рост вашим растениям. Если розовый раствор, это дрожжи с 3 столовыми ложками томатной пасты на 10-30 литров воды плюс 100 грамм дрожжей, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, насколько у вас тяжелый случай, является источником аминокислот, витаминов, таких мобилизующих фосфат и кислот. Триходерма является источником различных биоактивных веществ, также помогает хорошо всасывать фосфаты, другие элементы питания, которые очень важны для активации энергетического обмена растений, то глицерин и янтарная кислота, но и глицерин, у него такое двойное действие, это глицераты и энергетический источник. Он является непосредственно той молекулой, которая включается в обмен веществ и дает энергию нашим растениям. Таким образом, вы можете совмещать все три эти способа для усиления энергетического баланса, для усиления приживаемости вашей рассады, для ее хорошей адаптации к неблагоприятным условиям, либо любой из этих способов, которые вам по плечу, по карману, по средствам. Ну вот, 100 грамм глицерина на ведро воды. Слушайте, стоит доллар, да, то есть, ну, на самом деле, ну, не знаю, кому этот способ покажется дорогим, мне он кажется весьма и весьма доступным. Ну, к тому же, можно использовать технический глицерин, если кому-то это доступно, в интернете продается канистрами. Поэтому используйте глицерин. Глицерин можно использовать при каждой подкормке ваших растений в период активного роста, в период тот, когда они особенно нуждаются в микроэлементах. Или вы заметили по каким-то признакам, можете пересмотреть на канале Процветок признаки дефицитов элементов питания, дефициты каких-то микроэлементов, будь то магний, будь то железо, будь то медь, будь то кальций, будь то что-то еще. Используйте глицерин при подкормках, используйте глицерин при нанесении различных растворов на поверхность листьев, для того, чтобы увеличить их устойчивость к неблагоприятным условиям, и для того, чтобы подстегнуть их рост. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Процветок. Не забывайте подписываться. Счастливо! До новых встреч на канале Процветок.